Обычно такие далекие в одном метре от Нижегороссов проходят знаменитые кинорежиссеры, популярные актеры и сценаристы. И так уже третий год подряд. В Нижнем Новгороде Горький фест. Обязательные атрибуты. Красная ковровая дорожка, аккуратные вспышки фотоаппаратов и строгий взгляд Максима Горького. Испыт широкопол и шляпы. Он символ кинофестиваля. События объединившего звезд кино и жителей столицы Приволжья. Полный метр и короткометражки продюсеров и артистов. Впечатление как бы праздничное. Мы хоть на секунду, на какой-то момент отвлекаемся от обыденности. Фестиваль нового российского кино и в этом году обещает быть ярким. В программе два концерта, встреча с режиссерами и операторами, печенки на проектов, то есть презентация кинозадумки. Как и в 2018-м мастер-классы от актеров и киноэкспертов. И конечно же Горький фест это много хорошего кино. Фильм открытия ленты режиссера Оксаны Карас «Выше неба». Вообще в этом году в Горьком фесте участвует не только Нижний Новгород, но и несколько районов Нижегородской области. Что касается столицы Приволжья, то более чем в пяти кинотеатрах будут показывать различные киноленты. Список их настолько большой, что можно целую неделю не выходить из кинотеатра. Фестиваль растет. В этом году Горький фест занял 20 площадок. Впервые в истории фестиваля и Нижнего Новгорода на стадионе пройдет моноспектакль. Особенным местом вновь станет Нижняя Волжская набережная. Или как ее теперь принято называть Новая набережная. Сюда возвращается летний кинотеатр. На протяжении всего кинофестиваля тут будут показывать один или два фильма. А в перерывах между показами можно будет насладиться красивыми видами города. Главное, чтобы погода была хорошей. В том году артисты вместе с фестивалем открыли для себя город. Что касается города, мы с Женей Воскресенским, с моим большим другом, актером, который он тоже на фестивале, и с моей дочерью Машей, мы взяли экскурсию по Нижнему Новгороду, потому что я каюсь. Я ни разу в жизни в городе в этом прекрасном не была. За эту киноисторию ответственны Оксана Михеева и Михаил Пореченков. Актер и президент фестиваля уверен, не только Нижнему Новгороду нужны яркие события, но и кинематографистам нужен этот город. Костя Хабенский вчера приехал, он говорит, послушайте, вот мы снимали недавно здесь метод, и я смотрю, как изменился город. Может быть, когда ты живешь в нем постоянно и видишь изменения, просто их не замечаешь, что что-то происходит. Он говорит, появился стадион, появилась набережная. Как сколько событий. Кинематографисты уже говорят, что надо обращать внимание, Нижний Новгород становится кинематографическим городом. Город Горький становился местом съемок в советское время. Знаковые городские пейзажи можно увидеть в фильмах «Мисс Миллионерша» и «Конец операции Резидент». В нулевые Балабанов поместил героев культовых жмурок на улице Нижнего. Сейчас в кинематографичной городской истории появились новые главы. Например, «Метод» и «Я худею». Горький фест открывает столицу Приволжья по-новому для именитых и совсем еще юных режиссеров, которые поборются за призы фестиваля и за признание зрителя. Александр Шеломцев, Ренат Бигбаев. Время новостей.